Всем привет! Решила пройтись по полезной информации на тему бьюти, если вам интересно, как привести тело в порядок, что-то по поводу волос сейчас вам расскажу и так далее, то оставайтесь со мной. Знаю, что вы любите болталки за рулем, поэтому я хочу поделиться с вами той процедурой, которую я делаю сейчас, так как мне физически нельзя делать определенные упражнения, я сейчас пошла в спортзал, но тело хочется привести в порядок и вернуть былую упругость. Как это сделать? Я недавно узнала о процедуре RF лифтинг для тела, то есть я попробовала сначала для лица, я увидела результат, и он мне понравился, причем сразу с первого раза на следующий же день. И я думаю, ого! И решила сделать еще и для тела. Есть такая процедура для тела. Я делаю в салоне Enjoy, это салон, в котором я обслуживаюсь. Поэтому хочу поделиться с вами, может быть, вы в комментарии напишите, как вам, если вы проходили такую процедуру, что вы о ней знаете. Я просто сильно много не гуглила, я не уточняла информацию, я по подружкам, потому что у меня подружки проходили эту процедуру для лица и остались очень довольны. Я решила пройти не только лицо, но и тело. Я пошла в спортзал, я пошла в бассейн, делаю эту процедуру для того, чтобы, ну, я же говорила, да, вернуть телу былую упругость и вообще внешний вид. Есть еще дополнительно, помимо RF лифтинга, я забыла, как называется, когда расщепляется жир. Что вы знаете об этом? Я сейчас позвоню в салон, узнаю точно, и вот здесь вот где-то пропишу. Как проверить, нужна ли вам процедура, о которой вот я вам только что говорила, которую отметила. Вы ложитесь на спину и свой живот оттягиваете. Если он оттянулся и вы держите за жировую прослойку себя, значит, вам эта процедура нужна. А если не за что схватиться, значит, вам эта процедура не нужна. Это мне так сказала косметолог. Вот, поэтому я сначала думаю, ой, я жир тоже себе расщеплю. Ну, по факту у меня толком его нету. Как она мне сказала, говорит, можешь делать RF лифтинг спокойно и на этом остановиться. Если у вас есть эта жировая прослойка, вы ходите в спортзал, но можно еще пойти на эту процедуру, и тогда идеальная фигура придет к вам быстрее. Поделилась. Была еще сказать, что процедуру надо повторять каждые две недели, чаще нежелательно. Я сегодня сделала первый раз, через две недели опять буду повторять. Мне надо три раза по моему состоянию, мне косметолог сказала. И сегодня в салоне я еще купила косметику. Кстати, в салоне он расширился, и теперь на первом этаже там есть... О, заколку забыла купить. Там такие красивые заколки. Такие у меня вы видели, я думаю, если вы меня смотрите, видели, наверное, такие из жемчуга камней обручи. Вот, и там такие были заколки, забыла. Ладно, заеду, потом куплю. Вот, там заколки, косметика, уход. И вот я купила уход для волос, я сейчас буду снимать видео на тему ухода за волосами, но при этом еще и выпадения. То есть у меня выпадения волос колоссально. Просто так вот сыпятся, вот тянешь, и они остаются, к сожалению, в руках. Я сдавала анализы, узнавала, может быть, все-таки внутри что-то, почему волосы выпадают. И копала-копала, вроде бы накопала. И мне врач сказал, что это шея. У меня хороший приток в голову, но плохой отток. То есть циркуляция в головном мозге не очень хорошая, от этого страдают луковицы волос. И надо делать массажи. Я, кстати, в этот же салон записалась на массаж. Хорошая цена. И знаю, что там очень крутой массажист. Он еще с энергиями работает. Это прям по моей теме. Вот. И врач мне сказал, что надо делать не только массажи, не только пить витамины для волос. Все это помогает. Делать еще и дансервайр. Но я еще купила дополнительно, вот, от выпадения, вот такие вот ампулы. Их 7 штук. Стоят они 941 гривна. Кто знает, что это за косметика? Это Италия. Я с ней сталкиваюсь в первый раз, но я знаю, что Марина, это моя подруга, она владелица салона, она не будет брать то, что не работает, потому что у нее волос крашен, причем длинный, и она очень сильно за ними ухаживает, и она все, можно сказать, тестит на себе. Вот. И я купила вот такой вот шампунь, литровый, потому что он выгоднее, чем маленький 200-граммовый. Так, ну тут ничего не написано. Он стоит 992 гривны. Я знаю, что он для чувствительной кожи головы, потому что, ну, у меня, если шампунь не подходит, у меня сразу же моментально будет перхоть, поэтому я не каждое шампунь не могу пользоваться. И у меня сами по себе волосы очень сухие. В общем, у меня очень капризный волос. Купила вот такой вот шампунь для того, чтобы и Доминика с мамой пользовались. Сейчас мама ко мне приехала, и вот для себя купила такие ампулы. Я буду пробовать, я вам в дальнейшем расскажу в отдельных видео, но в этом такой бьюти-влог, болтология девичьей, как раньше был. Вот, что еще? Я вам покажу, чем я спасаюсь для тела, потому что упругость тела, она тоже... То есть за ней надо ухаживать, за телом, за кожей. Мне сейчас очень здорово помогают масла. Также я купила, когда была в Египте, бальзам и шампунь, тоже очень неплохой. И он мне подошел, и Доминик подошел, такой очень классный. Если вдруг вы будете в Египте, или вы, я не знаю, надо почитать вообще. Может быть, где-то можно в Украине найти очень хорошее. Я вам дома его покажу. И хочу вам показать кое-какую косметику, которая мне очень нравится. И хотела вас спросить, снимать ли мне такие отдельные видео на тему бьюти? Потому что я давно не снимала, я не знаю, будет отдача или нет. Потому что как-то вот, знаете, у меня больше идет влог о стройке, о каких-то домашних вещах. Но я смотрю, девочки начали спрашивать, а они там бьюти темы, бьюти темы. Поэтому, если вам интересно, напишите в комментариях, я поснимаю. Потому что на самом деле у меня очень много косметики, у меня есть что рассказать. Я экспериментирую, у меня есть определенные лайфхаки. Не хватало, правда, времени. Иногда не было желания, потому что просмотры на ютюбе не очень хорошие. Их мало, из-за этого нет мотивации. Но если вы напишите мне в комментариях, что да, я буду смотреть, поставите лайк, то мне будет, конечно, приятно, я буду делать это. Также у меня на канале внизу я оставила много-много ссылок на свои плейлисты. Там очень много полезной информации. Я раньше снимала такие видео. У меня там есть видео по поводу выпадения волос и даже облысения, потому что у меня полголовы была лысая одно время после операции. И я спасалась тоже. То есть я уже знаю, как спасать свои волосы. Поэтому переходите, полистайте, погуляйте по моему каналу. Там много полезных видео. Может быть, вы не все смотрели. И там есть видео как бы старые, но они не теряют своей актуальности, потому что они не здесь и сейчас. Это просто общие темы. Было бы прикольно, если бы вы, когда смотрели эти старые видео, вы бы писали в комментариях, ох, я смотрела. Потому что я пытаюсь сейчас понять вообще, что вам интересно. Можешь сказать, найти свою нишу. Я как бы лайфстайл на самом деле. Я знаю все обо всем. Так как я мама, плюс мне не 20 лет. И я могу рассказывать и снимать все. Но, как мне написала одна девочка, выбери одну тему и сделай на ней упор. Так делают многие. А я не хочу так делать. Потому что, ну, как бы, зачем, если я могу рассказать обо всем и делать упор на одном? Ну, может быть, это правильно. Я не знаю, слегка запуталась. Поэтому подскажите, помогите. Я не знаю в данный момент, что вам снимать. Я могу снимать все. Я эксперт во всем. Каждый из нас эксперт. Потому что, если у вас есть определенный жизненный опыт, то в любом случае вы можете им поделиться. Так и я. Я могу поделиться. Поэтому не буду затягивать свою болтовню. Дальше будет. И я думаю, будет интересно. Так что оставайтесь с нами. Чуть-чуть отойду от бьюти темы. Только что была на новой почте. Я купила Демиду. Ну, отправляла посылку. Увидела, что новый вышел. Кот в сапогах. Демке очень нравится. И, знаете, девочки, для тех деток, кто не любит читать, это просто, наверное, находка. Еще хочу похвастаться вам новой своей сумочкой. Это Катерина Фокс. Я была на съемке, и там, помимо одежды, мы как бы фоткали еще и сумки. Слушайте, мне так понравилось качество. Это Украина производства. Девочки делают вообще супер качество. И в Инстаграм подпишитесь. Многие писали, что у них есть несколько сумок. Действительно супер качество. Мне очень нравится эта сумка. Она стала 4 тысячи, там, с копеечками. Ну, 4, в общем. И поверьте, она действительно того стоит. Очень классная. Я теперь с ней хожу, знаете, когда обновочка, вот только и хочется в новом ходить. У меня здесь много чего сейчас я вам покажу. По уходу за волосами и лицом. И хочу показать. Вот я сейчас помыла голову этим новым шампунем от Farmacy. И, в принципе, мне очень нравится. Волос стал уплотненный. И как определить, что волосы стали более плотнее. Когда вы накручиваетесь, накрутка почти не держится. Это говорит о том, что шампунь или уход, он работает. Итак, показываю. У меня здесь много чего. У меня здесь много чего. Тут есть как пресс-паки, которые бренды передали, так и мои покупки. Сейчас я вам буду все показывать. Первое это от La Roche-Posay. Это вообще по отзывам блогеров. Я еще не пробовала. Очень хорошая вещь. Это увлажнение, питание. Сейчас. Сейчас я вам сделаю пост и вам более подробнее расскажу. Здесь три этапа. Вот эта вот сыворотка. Она для того, чтобы вашей коже вернулась упругость и восстановление, можно так сказать. Она с гелиуронкой, высокой концентрацией. И, в принципе, тут еще есть витамин В. Ну, в общем, разные компоненты. Я когда попробую, я вам обязательно расскажу. Но, судя, я же говорю, по отзывам других девочек, блогеров, результат есть сразу же. Вот. Также есть ежедневный уход, который возвращает упругость кожи. То есть, в принципе, вот эта вот линейка, это вот то, что можно купить и больше ничем не пользоваться. Поэтому у меня пока есть. Сейчас вам покажу, чем я пользуюсь. В данный момент у меня L'Oreal, гений увлажнения, сок алоэ. И я просто понимаю, что я хочу его, можно сказать, добить, да, чтобы начинать что-то новое. Потому что, когда мы открываем, то в основном это где-то полгода, может быть, месяцев, там, я не знаю, 12 когда-как. И пропадает. Поэтому я хочу закончить L'Oreal и потом начну уже Le Roche-Posay. И после, это я наношу после того, как я умылась, после я использую вот этот вот крем. Это крем двойное увлажнение от Jeanne d'Estrée. Я его обожаю и, в принципе, уже покупаю не один год. Стоит, конечно, не дешево, но и не заоблачно. То есть, это профессиональная косметика. Где-то 1600 гривен стоит вот этот вот крем, но его надолго хватает. Пока сейчас это вот мой основной, можно сказать, уход. Сейчас я вам, наверное, покажу вообще, что у меня тут есть. У меня здесь много пробничков, потому что я пользуюсь Jeanne d'Estrée. И когда вы покупаете крем, вам дают пробнички. Вот, у меня их тут много разных, чтобы я попробовала. Также у меня здесь мицеллярная водичка. Тут чуть-чуть у меня осталось крема от Виши. Тоже хороший крем. Вот этот вот крем мне понравился от Микси. От Микси мне не все крема подходят. Они мне забивают поры. Этот не забивает. Это питательный крем. Использую я его как бы на ночь. Ну, в данный момент на ночь. Вот это вот хороший крем. Вот он уже почти закончился. Я его разрежу, чтобы тоже, как говорится, добить от La Roche-Posay. Очень классный крем. Он очень легкий. Если у вас кожа, например, жирная, он вообще вам идеально подойдет. Также у меня есть вот такой вот крем от Artrystery. Он мне... Он хорошо подходит летом. Ну, вот в данный момент мне он суховат. То есть моя кожа требует больше увлажнения и питания. Но он вам подойдет, если у вас, опять же, жирная кожа. Плюс у него есть SPF 30. То есть для сейчас вообще идеально. Так, ну это... Вот это вот, девочки, классная вещь. Если у вас есть возможность, купите. Это, можно сказать так, измеритель, детектор. Его, в общем, назвать можно по-разному. Он измеряет уровень увлажненности вашей кожи. Ах, не открывается одной рукой, неудобно. Вот. Я без него вообще не знаю, как я раньше жила. Потому что я определяю и сразу понимаю, например, что мне надо для моей кожи. Вот. Что у меня тут еще. Это SPF 50. Тоже хорошая вещь. Очень хорошая. И тут маленькие всякие тоже такие. Это маска. Это, кстати, хорошая маска. Антиэйчена. И это акватеналь. Это та же... Ну, тоже французская косметика. С того же места, где у меня и Жендастрия я покупаю. Вот. Это все масочки мои. А, вот тут вот у меня есть подглазки. Тоже такие, как ампулы с сывороткой. Это от морщинок. Потому что вы наносите эту сыворотку. А после можно наносить, например, крем. Любой, который вам подходит. Мне, например, вот этот подходит. И я пользуюсь им. Вот. Так. И, и, и. Сейчас я вам дальше буду показывать, что у меня и ка. Так что обратите внимание на вот эту вот линеечку. И я думаю, что вам понравится. Потому что я же говорю, я верю девочкам. Они прямо в восторге, в восторге. Ну, я рада, что вот мне прислали такое удовольствие. Дальше. Это для ухода за кожей. Это для меня и для Доминики. Вот. Я еще не пользовалась. Но хочу попробовать. Тоже много отзывов слышала. У меня есть разные, как бы, щеточки, да, за уходом за кожей. Но смывать хорошо косметику, убирать роговевший слой вот такими вот вещами, мне кажется, очень-очень здорово. Вот. Я расскажу вам, когда попробую. Потому что сейчас сказать ничего не могу. Потому что вещь новая. И не знаю. Но в любом случае напишите мне в комментарии, если вы пробовали, как вам. Вот. Может, знаете, какие-то лайфхаки. Недавно я была на презентации Артрис 3. Это тоже новые такие сыворотки. И тут вообще красота такая. Вот. Это подарок. Сразу нам подарили после презентации. Я тоже еще не пробовала, но как бы очень надеюсь. Вот. Я позже вам в отдельном видео хочу рассказать о этой линейке. Я хочу... Тут есть... Найдет целая система. Тут надо совместить. Я не буду забегать заранее. И поэтому просто показала, но расскажу в отдельном видео. Это тоже уход. И он очень классный. От Престре мне вообще очень нравится. Потому что я пользовалась и косметикой, и уходом. И это очень хорошее качество. Вот. Поэтому... Это волосы. Давайте еще по лицу пройдемся. Тут есть у меня крем под глаза. Я уже пробовала до этого. И мне понравился. Поэтому я решила, что надо опять. И вот пробники. То есть, когда вы покупаете крем, то есть, вам дают пробники. Но мне тут прям много чего дали. Тут вот это вот anti-age. Тут как бы очень много разных. И я вам могу сказать, что этих пробников надолго хватает. Поэтому, если вас заинтересует, я могу вам сказать, где я покупаю. То есть, я покупаю, в принципе, сразу на фирме, где покупают косметики. Так. И теперь давайте пойдем по волосам. Вот это вот мне Лена передала. Она вернулась в Египту. И там набрала кучу косметики для волос, всяких масок и так далее. И поделилась со мной. Говорит, попробую. Если понравится, то как бы можно заказывать. Так что, я тоже попробую. Если понравится, то я вам в stories в инстаграме подписывайтесь. Я вам сброшу название этого бренда и этой косметики. Так. И вот, я когда была в Египте, я тоже купила себе шампунь и кондиционер. И хочу вам показать, потому что мне очень понравился. То есть, это не профессиональная косметика. Просто довольно неплохой уход. У меня сухие волосы, сухая кожа головы и тут с маслами, с кокосом. И, вы знаете, прям подошло. Удивительно подошло. У меня обычно, я уже говорила, что перхоть появляется, если шампунь не подходит. Ну, уход не подходит. Вот это подошло. Кто пробовал? Я не знаю, есть ли это где-то тут в Украине найти. Я думаю, что реально. Я попробую найти. Так, это вообще... Я думаю, это египетская тема, это вообще не Египет. Значит, можно найти. В общем, девчонки, я поищу в интернете и внизу в описании я оставлю ссылочку, где можно найти. Можете сами погуглить. Но просто рекомендую, потому что вот прям реально довольно неплохо. Прям очень неплохо. И кондиционер, и шампунь прям понравился. Вот это вот вы сразу оценили. По инстаграму вы сказали мне, что мои волосы стали лучше. Они стали выглядеть по-другому. Мне даже кто-то говорил, что я покрасилась. Хотя я не красилась. Я вообще не крашусь. Но цвет волос у меня изменился. Волосы стали плотнее. Выглядеть ухоженнее стали. Вот я сейчас их помыла и ничего с ними не делала. Видите? То есть они прямые, и еще их даже не расчесывала. Поэтому я начала пользоваться вот этим уходом. Попробовала только один раз. И я сразу же увидела результат. Это формейси. И тут три этапа. Первый это шампунь. Второй это филлер. И потом флюид. Как я пользовалась? Я помыла голову. Убрала влагу с волос. И нанесла филлер на длину. Потом походила с ней 20 минут. Смыла без шампуня. Просто смыла. И после нанесла филлер. Походила минут 40, наверное, полчаса. И опять смыла. И все. То есть и после просто нанесла масло на волосы. То есть любое, которое вам нравится. Мне очень понравилось. Это как бы пробник. Ну такой хороший пробник. Его хватит на 3-4 раза. То есть я один раз только попробовала. Мне даже кажется, что у меня волос не сильно густой. Поэтому мне хватит вообще на побольше, чем даже 3-4 раза. Девочки, рекомендую. Прям очень понравилось. Можете погуглить и можете найти, где купить. Это мне Марина подарила. То есть мы должны были пойти вот на... Я просто не поехала. Не смогла. У меня с машиной была проблема. И Марина сама пошла. Была такая как лекция по формейсе. И вот там вот подарок такой был. И вот Марина мне как бы передала. И она говорит, давай типа попробуем. Если типа прикольно, то я возьму себя в салон для продажи и для использования в салоне. И я Марине звоню, говорю, Марина работает. Бери. Ну реально работает. Поэтому если не сможете найти, ну я думаю сможете, то в салоне Enjoy можно будет найти вот такой уход. И пресс-пак от Гарниер. Я еще не пробовала, но до этого. Я вам в сторис показывала. До этого я пробовала линейку Ботаник, оливку. И мне очень нравилась она. Здесь тоже три этапа. Шампунь. Вот три в одном. Масочка. И есть еще такой бальзам, ополаскиватель. Вот. Он с кокосом. Я вообще люблю кокос, потому что мне очень нравится аромат. Поэтому, девчонки, это бюджетная линейка, но она рабочая тоже. Ну как, я еще не пробовала, но я имею ввиду сам Ботаник, линейка Ботаника. Вот, например, оливка. Мне очень подошла. Там есть, Ника пробовала еще с медом. Ники мед подошел, а мне именно оливка. Поэтому тут можно подбирать. Но не знаю, мне кажется прям очень-очень будет работать. Может быть потому что кокос. И я верю в кокос. Вот, ну то есть, тоже говорю о новиночке, которая вот для волос бюджетная. Красиво очень подали презентацию. Заплетите меня. Сейчас же тренд заплетать. И еще тренд я, кстати, тоже купила. Заколочки сейчас. Я тоже в салоне у Марины. Довольно давно, в принципе. Вот такую вот красоту. Очень красиво смотрится. Нарядно смотрится. Можно даже под любой спокойный образ надеть вот такой вот обруч. И он сразу украсит. Вот такой вот купила зелененький. Такой же синий купила маме. Вот такой вот серый красивый. И вот последняя моя покупка. Я была в салоне. Купила вот такие вот заколочки. Их тоже можно, ну, как повседневно использовать, так и, в принципе, украсить образ. Это я купила через Инстаграм. Но я еще не надевала никуда. И я вам могу сказать, что вот такие вот заколки мне волосы дерут. Но, знаете, как выдирают именно кусочки волос, ломают их. Поэтому я не сильно, как-то, буду часто ими пользоваться. Но, может быть, куда-то, когда-то все-таки надену. Надо отдать дань моде. А вот это, конечно, попроще. Оп, оп. Ну, то есть, заколол и все. Вот. Вроде бы вам рассказала, показала. Мне кажется, это очень полезный бьюти такой влог получился. Поэтому, девчонки, поставьте пальчик вверх. Поделитесь этим видео с подругами. И пишите в комментариях свои запросики на тему бьюти. Я буду снимать. Все, всем пока-пока.